Добрый вечер, дорогие друзья! И сегодня хочу рассмотреть еще одну тему. Тему аффирмаций, столь популярную как в экстрасенсорике, в эзотерике, так и, в принципе, во многих бизнес-учреждениях, когда говорят про лозунги фирмы, про ее установочные какие-то вещи там. Мы команда. Давайте рассмотрим, что такое аффирмация и как это все работает с точки зрения глубины подсознания. Не с точки зрения стереотипов шаблонных, там, что человеку накидал в голову чего-то, и вот он будет произносить, и у него будет работать. Вот давайте представим, у человека есть подсознание, да? Вот айсберг у него в подсознании есть какие-то сокрытые ресурсы. Каждый ресурс, в нем прописана энергия плюс информация. Вот это мы называем ресурсом. И если у нас во внешнем мире совпадает там какая-то частота, какое-то состояние, мы заходим через частотные характеристики, то вот этот ресурс используется для того, чтобы в картине мира отразило какую-то ситуацию. То есть на самом деле, вот это, грубо говоря, подсознание одного человека, вот подсознание другого человека, там свои ресурсы, и вот здесь резонансная частота совпала здесь с резонансной частотой. И вот два человека уже встречаются в реальности и отыгрывают сцену завязывания каких-то отношений, финансовых, не финансовых, какая разница. Но в любом случае здесь ресурс на съемку взят, да? И здесь ресурс взят на съемку. И получается, картина мира у человека снимается. И теперь давайте представим, что мы, исходя, что мы уже знаем, как работают вот эти ресурсные состояния, мы предполагаем, что мы возьмем какую-то установочную программу, установочную программу, и сверху положим, то есть вот здесь на самом деле вот этот ресурс сдерживает какая-то программа, какая-то установка. Например, для того, чтобы не быть голословной. У человека здесь внутри есть ресурс, который транслируется на то, чтобы снимался фильм «Я пью, а ты меня подавляешь». Возьмем наркологию, да? Вот это жена, вот это муж. И они отыгрывают сценарий в картине мира, что она его давит, говорит «Ты такой-сякой», и он приходит бухой и устраивает ей картины. И вот этот вот ресурс, ее ресурс, его ресурс участвует в съемке совместной картины мира. Что мы делаем? Мы, например, жене говорим, вот если ты будешь ходить и говорить «Я счастлива, я счастлива, я счастлива», и ты изменишь свое состояние, то картина мира будет другой. Прекрасно. Жена берет, ходит с аффирмацией, что она счастлива, растягивает ложную улыбку и накладывает на этот вот ресурс такую вот латку. И ресурса поступает сюда меньше. И вроде бы пошла реакция, что меньше пошла. Картина мира начала меняться. Но вот эта аффирмация это не что иное, как дополнительная программа, которая просто накладывает латку. Но ведь она же не спускает ресурс. Она латает эту ситуацию. И можно наложить там кучу вот этих латок, бегать с ними и в какой-то момент не отконтролировать состояние, которое является основой, получить пробой. И пойдет снова разворачиваться та же самая ситуация, тот же самый сценарий. Потому что ресурс, в принципе, не забран. То же самое, когда говорят в экстрасенсорике, что вот если вы сверху наложите вот этих латок, с которыми вы будете бегать и говорить, как вы счастливы, как вы прекрасно себя чувствуете, вы будете игнорировать те ситуации, которые вам выдает картина мира, показывающая, что в данном случае идет съемка, если посмотреть в обратную сторону, исходя из вот этого ресурса и вот этого ресурса. То есть вы не хотите заглядывать в ресурс. Вы не хотите заглядывать в начало. Вы хотите сверху наложить латок. Аналогично накладываются латки кодирования, господа. Вы человеку наложили вот этих латок убеждений и говорите, я не полезу в ядро травмы. Я не буду забирать первопричину, находить и устранять. Я просто латок сверху наложу. Одну латку наложили, на вторую наложили. Потом после третьей латки человеку хочется в петлю. Знакомая ситуация для наркологов. И говорят, что латки накладывать вот таким вот грубым способом, как кодировки или же те же самые аффирмации, они будут работать. В данном случае аналогично кодировкам. Что это все проигрышный вариант. На самом деле это все работать не будет. Вы можете себя убедить, вы можете себе придумать. На первых порах, когда вы только изменили свое состояние, то есть грубо говоря, была одна частота там. Я условно говорю, 5 единиц каких-то. И на этих 5 единицах работал вот этот ресурс. Вы изменили, подняли свою частоту. И вы перешли на другой ресурс. Но этот вот не закрыт. Он остается в подсознании. Когда вы вернетесь на понижение состояния, этот ресурс снова включится в вашу работу. И накроет вас снова с головой. Я за то, чтобы мы прорабатывали ресурсы. Для того, чтобы мы погружались, находили здесь первопричину. И забирали этот ресурс, трансформировали его в свое здоровье, отношения и так далее. Вот это называется магия. Магия сознания. Когда мы залазим в свое подсознание, цели направлено. И забираем ресурс, все меняем. И здесь выскакивает обратная сторона медали, которая говорит о том, что во многих практиках, во многих сектах используется вот именно вот эта психологическая работа, когда человеку говорят, вот в своем подсознании очень много там разных какашек, и ты будешь нырять в них и постоянно выводить, выводить, выводить. И на самом деле задают человеку состояние, и с этих состояний человек ныряет, выводит, выводит, выводит. Дело в том, что наше подсознание содержит бесконечное количество ресурса, бесконечный генетический опыт, и вот эти вот вещи, они будут вылазить естественным образом бесконечно. Сколько не ныряйте, если вы ныряете не под задачу, а просто так, как это говорят в тета-хилинге, все подряд программы херячут, 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 и на выходе нифига в жизни не меняется. Правильно, потому что вы заходите на одной частоте, вы тянете эти частоты, и вместо того, чтобы зачастую человек еще и прикрывается тем, я захожу с любовью, и такая любовь снизу живота поехала. Ребят, там не любовь, а сколько подмен естественных, когда забота, когда просто контроль называется любовью, и никто не работает по разделению. Я осознаю, признаю разницу между любовью и контролем, любовью и заботой, любовью и остальными проявлениями там. Просто поразделять программу, уже жизнь человека меняется, не говоря уже о том, чтобы занырнуть и забрать вот эти вот ресурсы, не пытаясь их латать сверху аффирмациями. И на самом деле это очень большие энергетические ресурсы, они очень быстро и классно встраиваются в жизнь, и очень быстро и классно дают выхлоп человеку. Поэтому, когда человек думает о том, чтобы нырять и брать все подряд, ну, это тоже бессмысленно. Смотрите, но есть другой вариант. Вы проживаете в жизни. И, например, вот это тот вариант, по которому люблю работать я. Например, я иду в жизни и вижу ситуацию, там, мне что-то не понравилось, мне не понравилось. Значит, у меня внутри возник резонанс, моя частота. Моя частота срезонировала на какую-то ресурсную травму. Почему я сразу пишу травму? Потому что ресурс сформируется, каким образом? Была некая ситуация, на нее как-то отреагировало тело, и это тело создало какое-то, приняло решение, какую-то установочную программу, и эта программа наполнилась энергией. Так сформировалась травма. То есть есть ядро травмы, есть причина, и это была травма, которая тоже была сформирована неким вот таким же ресурсом, который перекачался сюда и создал эту ситуацию. Поэтому количество вот этих ресурсов, перекачиваемых из одного шарика в другой, бесконечное. И вот брать вот так просто их отрабатывать не имеет смысла. Но если мы берем и рассматриваем, вот идем, мы срезонировали, у нас возник резонанс на какую-то ситуацию. Мы находим у себя ту программу, которая срезонировала, то решение, которое было принято, отрабатываем, и этот ресурс встраиваем в нашу жизнь, в нашу картину мира. Мы забрали. Забрали осознанно, под задачу. Мы трансформировали, и тогда этот шарик мы закрыли. Он уже не перекачивается дальше. И что самое интересное, когда мы идем и работаем с состояниями, мы идем по частотам постоянно, по вибрациям, поднимаемся вверх. И дальше происходят удивительные чудеса. Когда мы доходим до состояния высшей любви и находимся в них постоянно, то оказывается в подсознании вот этих ресурсных травматических моментов практически нет. Практически нет. И у нас внутри возникает ступор. Либо мы осознанно придумываем картину мира, либо бессознательно не знает, что делать. Происходит момент зависания. Все хорошо и хорошо, хорошо и хорошо. И хочешь, чтобы что-то происходило? Выбирай. Вот это называется осознанная жизнь, господа. Вот это осознанная жизнь, когда мы сами выбираем. Вместо того, чтобы накапливать и продуцировать картину мира из травматики, мы начинаем выбирать сами. Говорим, я хочу того, того, того. Энергии на самом деле предостаточно. Не обязательно ее брать из травмы, ее можно брать из интереса. И тогда интерес начинает доминировать в жизни. И тогда живешь, потому что тебе хочется жизнь, потому что радуешься жизни. И тогда начинаются чудеса. Чудеса сознания. Ой, какие варианты чудес нашего сознания и подсознания. Вот на сегодняшний день могу привести такой пример. Как это происходит. Мы живем в моменте здесь и сейчас. У нас есть картина мира здесь. И сейчас. Будущее есть мысль. И прошлое есть мысль. И если ваше здесь и сейчас сформировано интересом, а прошлое и будущее, там уже вы позакрывали эти травматические моменты в прошлом, и вы не тянете их в будущее, перекрыли, то, например, всплывает какой-то момент, как воспоминание из прошлого. Например, постучался человек и выдает какую-то ситуацию. А у вас эта ситуация уже закрыта, заархивирована. Вы о ней даже не помните. Вы помните, что был этот человек, а что там, как там? Его даже нет. И дальше у вас внутри стоит вопрос, ваша программа ума ставит вопрос. А мы с этим человеком что формируем? Позитив, негатив, или вообще его из жизни удаляем, и он вам не нужен в принципе. И у вас есть вариант придумать с ним игру, какой он был плохой. Вам все равно, что придумать, какое воспоминание в прошлом. У вас сейчас этих воспоминаний нет. Вам придумать, какой он был хороший, или вам вообще удалить его из жизни, потому что он нафиг дальше вам не нужен. Он пришел в вашу жизнь, и вы видите, что это пустышка, с которой вы не хотите дальше играть в этой песочнице. И это опять-таки осознанный выбор в моменте здесь и сейчас. Вот когда приходишь к такой жизни, жизнь становится намного интереснее. А теперь перенесите эту схему на бизнес. Господа бизнесмены, я думаю, это не сложно будет. Если сложно, я в следующем ролике объясню, каким образом это будет работать в бизнесе. И вы поймете, что я предложила вашему вниманию. Бомбу.